На санитарную обработку сквера Мичурина у коммунальщиков уходит около часа. Перед тем, как начать дезинфекцию, зеленый уголок убирают пылесосами и сметают мусор. Раствор, который моют территорию, одобрен Роспотребнадзором и безопасен для людей и животных. Это место, как можно сказать, излюбленное место горожан этого микрорайона. Гуляют с детьми, гуляют пожилые люди. Поэтому проводим дезинфекцию. Тротуаров проводим дезинфекцию, малых архитектурных фор, это скамейки, детских площадок. Я отношусь к этому очень положительно. Обработка нужна. Обработка нужна не только улицы, обработка нужна также и домов. В принципе, смотреть на это приятно. Еще поменьше будет вандалов, которые портят. Скверы наши обновленные. Было вообще замечательно. Скверы дезинфицируют по очереди. Сейчас их моют уже в десятый раз. Минимизировать распространение инфекции помогает усиление санитарной обработки улиц и общественных пространств Самары. По поручению губернатора Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. На ежедневную обработку во все районы Самары выходит по 22 единицы техники. Каждая машина в среднем по три раза в день заправляется 10 кубами дезинфицирующего раствора. Обрабатывается около 60 улиц. У нас обработка началась с конца марта. У нас, по-моему, 19-й круг уже проходит улица по обработке. В обработке у нас 625 улиц. Подлежит обработка. Это улица, на которой есть остановочные павильоны. Твердо асфальт и паприцы. Дезинфекция поверхностей. В скверах это ручные распылители и поливомышленные машины. Смачивание поверхностей, до полного смачивания и высыхания. То есть они не вытираются. Через неделю во всех скверах города появятся информационные таблички. Горожан просят соблюдать социальную дистанцию, носить маски и по возможности оставаться дома. Кроме того, у городских служб отлажено взаимодействие с подразделениями армии и МЧС. При необходимости их мобильные расчеты помогают вести дезинфекцию. В частности, сегодня были задействованы силы МЧС для обработки остановочных павильонов. Мэри Илчан Николай Сидоров. События.